Сало – это самый лучший белорусский допинг. Наступило время крупных затрат. Общеизвестный психологический закон. Чем из большей нищеты вышел человек, тем больше понтов ему нужно, когда он дорвется до денег или власти. В случае с Лукашенко все куда страшнее. Он вышел даже не из нищеты, а, впрочем, он сам когда-то признался откуда. Я вышел из того же дерьма, которое я видел на прошлой неделе. Я это все прошел. Босиком, голым, раздетым. Любой психиатр знает, что детские комплексы и психологические травмы пациентам хочется компенсировать. Но чем, если власть и так не ограничена? Резиденции уже 17, в гараже стоят и Мерседес, и Тесла, и Майбах, а в аэропорту аж два личных Боинга с золотыми унитазами и вертолет за 12 миллионов долларов. Что касается часов, о которых вы часто пишете, я не зря об этом сказал, так вы не волнуйтесь, это часы, как автомобиль мне подарили на день рождения. Нет лишь, пожалуй, одного – признания. Причем не столько в рамках неизбежного уголовного дела, сколько международного, как такового. Все президенты приличных стран считают колхозниками и вежливо сторонятся. А на престижные мероприятия в Европу сначала просто не звали, а потом и самому стало страшно ездить, дабы не опозориться. Единственный выход – устроить масштабное мероприятие у себя. И для себя. Потому что вторые европейские игры, задуманные Лукашенко, по большей части не интересны никому, кроме него самого. Вы меня слушаете или ковыряете в своем этом планшете? В спортивном мире голодные игры, как метко окрестил их белорусский народ, носят статус скорее чисто тусовочный. Этакая недоолимпиада, где можно всем вместе встретиться, посоревноваться, хорошо покушать на халяву и весело провести время. А поэтому и некоторые спортсмены на нее даже приедут. А вот европейские болельщики, оказывается, они о главном спортивном событии галактики даже не подозревают. О международных спортивных играх для геев и лесбиянок, проходящих в эти же дни в Мадриде, знают. А лукашенковских нет. Минск на Белоруссии. Прошу, но не так. Нет, я не слышала. Окей, пошел на интернет, но не входит в него, кто еще. Нет, я не слышал о том, что вы говорите. Я не слышал о том, что вы говорите. Но я люблю Белоруссию, я люблю Минск. Жу европейский? Нет. Александр Лукатев. Европейский? Без понятия, что это такое. Бог его знает, я даже не скажу. А там юношеские? Не для взрослых? Нет, не слышал. Конечно, УГ, усатый Григорьевич, пытался исправить ситуацию. И даже оплатил за наш с вами счет несколько дорогущих роликов на европейском телеканале Евроньюз. Вот только даже без визы посмотреть на унылую экзотику в виде КНДР в центре Европы согласились пока лишь около 9 тысяч человек. А Лукашенко ожидал как минимум 90. Оно, безусловно, станет важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Только факты. Еще в феврале на официальном сайте Голодных игр говорилось, что на трибунах будет аж 375 тысяч посадочных мест с возможностью увеличить их число до 535. Но в итоге пришлось уменьшать. Сейчас скромно хвастаются лишь 100 тысячами проданных билетов. Да и как проданных? В основном розданных или принудительно, или вовсе бесплатно. Задрали их эти игры. Ни к чему абсолютно. В последний месяц наш телеграм-канал буквально засыпали сливами из разных регионов Беларуси о том, как руководство государственных организаций сначала заставляло работников покупать билеты, а потом, когда дураков не нашлось, к делу подключили профсоюзы, гродненские почтальоны, витебские учителя, минские железнодорожники, всем билеты на унылый бадминтон, карате или стрельбу из лука выдавали бесплатно, еще и привозя из регионов в Минск за счет предприятия. А последнее время, кроме халявной поездки на соревнования, стали раздавать еще и билеты в Минский аквапарк. Только съезди, посмотри уже на эти несчастные соревнования. Алло! А где же тут кто? Неприятная ситуация получилась и со спонсорами соревнований. Мировые бренды как-то не загорелись с желанием рекламироваться среди принудительно согнанных на трибуны работяг, студентов и школьников, и вежливо отказались. Доить пришлось и без того нищее белорусское предприятие. И само собой государственный бюджет. По первым подсчетам, которые огласил сам Лукашенко, голодные игры должны были стоить казне всего-то 50 миллионов долларов. Мы в плюсе даже будем. Мы будем в плюсе от Олимпиады. Нам надо будет затратить где-то миллионов под 50 за эти годы. Это слезы для страны. Затем решили сэкономить, и смета сразу выросла до 107 миллионов. Чтобы сэкономить год бережливости, понимаете? Это правда. Последняя цифра, которая была названа, это 115 миллионов долларов. Потом хвалиться экономией и вовсе перестали, дабы не раздражать население. Ведь население надо отвлекать и развлекать, в том числе принудительно. Надо радоваться. Не надо напрягаться. А ведь все это уже однажды было. Догадываетесь у кого? У главного кумира Лукашенко. И в этом он хочет выделиться. Хотя бы среди будущих соседей по палате. Все хотят быть Наполеонами, а я Гитлер. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Как ни крути, а мощная здесь только шизофрения у пациента. Однако подражать и копировать он действительно пытается. Ведь у Адольфа Гитлера тоже были свои голодные игры. Например, Берлинская Олимпиада 36-го. Усы! Впрочем, какой фюрер такие и Олимпиады? Нашему колхозному недогитлеру доверили лишь скромные недоигры континентального масштаба. Предыдущие такие же устраивали, кстати, в Азербайджане. Тоже в весьма далекой от принципов демократии страны. А вот бедные Нидерланды от проведения игр отказались. Дорого говорят. Но все равно у лукашенковских пропагандистов так и чешутся языки назвать это мероприятие Олимпиадой. Школьники, которые сейчас находятся на каникулах, активно будут принимать участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на вторых Олимпийских играх. Или не назвать, или все-таки назвать. Да они уже сами запутались. Наши Олимпиады, как утверждает пропаганда. Ну, я бы хотел, чтобы они, в общем-то, показали репортаж Белтиль-радиокомпании, где мы называем Олимпиадой эти соревнования. В общем-то, может быть, когда-то и было, но это исключено. Не читает, видимо, председатель Белтиль-радиокомпания по совместительству муж пресс-секретарши Лукашенко Иван Эйсман сайта собственной организации. Ведь там наша Олимпиада на самом видном месте. Не дать, не взять. А еще Иван Михайлович Эйсман очень озаботился следующими европейскими играми, которые может принять у себя Польский Краков. Единственный город, который пока хочет. Пропагандисты уже гадают, будем ли мы так же стебаться и над ними. Я запасаюсь попкорном, потому как единственная заявка на следующие игры – это заявка от Польши. И вполне возможно, что эти игры состоятся в Польше. И я, конечно, жду, в общем-то, весь этот набор про голодные игры, про потраченные деньги, про никому неинтересное соревнование. Опять врете, Иван Михайлович. Во-первых, заявка не от Польши, а всего лишь от малопольского воеводства Польши. Если говорить в белорусской терминологии, то примерно от Краковской области. Это во-первых. Во-вторых, в Польше деньги считать умеют. И даже от проведения зимней Олимпиады жители Кракова отказались, проведя по этому вопросу местный референдум. Да-да, представьте, в Польше такие вопросы решает сам народ путем голосования. Благодаря чему, кстати, за все время, пока в Беларуси правит усатый царь, в Польше сменилось уже пять президентов. Средняя зарплата стала больше белорусской в четыре раза, а цены остались на том же уровне или даже снизились. Наконец, если жители малопольского воеводства и решат проводить у себя третьи европейские игры, то проводиться они будут не столько за счет бюджета, сколько за счет международных компаний-спонсоров, которых от Беларуси отпугивает диктатура. Да и приехать в Краков и окрестности болельщики смогут не то, что без виз, а даже без паспортов, Евросоюз же. И принудительно загонять на трибуны бюджетников и студентов, насильно записывать людей-волонтеры и устраивать из-за урядного мероприятия пропагандистское шоу точно никто не станет. В Европе такой идиотизм, если и пришел бы в голову какому-то чиновнику, то уже на завтра сделал бы его безработным. А, кажись, белорусский чиновник в Польше, ему бы даже клубнику собирать не доверили. По той простой причине, что типичный белорусский чиновник, речь не про всех, это человек не только без совести и самоуважения, но и без мозгов. Даже подготовку к лукашенковским голодным играм они проводили так, что над ними ржали не только вся страна, но и весь мир. Железобетонные блоки вокруг фан-зона они сначала установили, а потом после окрика Лукашенко убрали. Начинаем создавать не только концлагераны, не только какие-то гетто в Беларуси. Подземные переходы в Минске сначала оклеили дешевой пленкой под мрамор, а потом ее отодрали, но чуть позже передумали и снова приклеили на те же места. Это лучшая работа в мире? Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Символику голодных игр они нанесли даже на презервативы. Видимо, для того, чтобы такие идиоты не размножались. А для дирекции европейских игр зачем-то закупили аж три портрета Лукашенко стоимостью по 500 рублей каждый. И один ноутбук за 13 тысяч долларов. Кстати, всего на различные закупки организаторы мероприятия потратили уже более 100 миллионов долларов государственных средств. А прибавьте к этому изнуряющие репетиции всего, что можно. От встречи зажигалки с огнем голодных игр в каждом райцентре до обедов в столовой. Постоянные пробки на дорогах и скандалы с волонтерами. А также апогей идиотизма. Фейерверк средь бела дня в Гомеле, который никто при свете солнца не увидел. Вот так вот, друзья, у нас в стране два ангейские игры. Это Гомеле, центральная площадь. Но самая жара началась, когда священный огонь голодных игр добрался до Минска. И потух. Ваши аплодисменты. Кто-то думал сильно, наверное, в это время. А взволнованный председатель Минго-рисполком Анатолий Севак даже назвал самую дорогую в истории человечества газовую зажигалку не пламенем мира, как на бумажке в его руках, а пламенем огня. Минск впервые встречает главный символ вторых европейских игр пламя огня. А можно было назвать ведь еще проще глупостью тупости или идиотизмом дебилизма. Но как еще можно описать идею перекрыть главные проспекты столицы в самый разгар рабочего дня? Как видно по отзывам возмущенных водителей, атмосфера спортивного праздника, скажем прямо, та еще. А ведь пока сотни тысяч людей вместо того, чтобы работать, занимаются ерундой, разыгрывая всей страну и убогий спектакль ради самолюбия одного зрителя, в этой стране есть масса мест, куда можно приложить силы и направить деньги. Например, уже три года ищут средства на ремонт инфекционного отделения Слонимской центральной районной больницы, в которой можно снимать фильмы ужасов. На ее восстановление нужно всего-то 5 миллионов 400 тысяч долларов. За деньги, потраченные на голодные игры, эту больницу можно было бы отремонтировать 27 раз. А в Светлогорске главный врач местной ЦРБ даже начал собирать деньги у простых людей, потому что на государство надежды нет. В Минской областной больнице в Боровлянах грузят по пять пациентов в раздолбанную машину скорой помощи. Старые у вас буханку и везут в Держинск. Откуда их ранее привезли в Боровляны, чтобы провести диагностику, потому что в Держинской ЦРБ до сих пор нет томографа, который есть даже в маленьких сельских больницах всех цивилизованных стран. Да и было бы почему везти, ведь дороги тоже не все отремонтированы. Зато на них есть трамплины, как на этой трассе между Минском и Солигорском. Впрочем, между Пинском и Гомелем они тоже уже есть. Неудивительно, ведь трамплины это спорт, а спорт это здоровье. Если у вас сомнения есть по здоровью, одевайте коньки, клюшку, берите или лыжи. И завтра с вами попробуем. Вот говорят, здоровье главное. Не образованный здоровый человек – это здоровый дурак, я грубо говорил. Просто здоровый дурак. А здоровый дурак опасен для общества. А конкретно этот здоровый дурак опасен для общества прежде всего тем, что имеет доступ к распределению бюджетных средств. Что хочу, то и ворочу. И вместо того, чтобы направлять деньги туда, где они действительно нужны, он покупает то, что хочется ему. Причем за наш с вами счет. Началось все со строительства национальной библиотеки, деньги на которую еще в 2002 году начали снимать даже со счетов абонентов мобильных операторов. Сросьба. Не лезть куда не надо и сучиться ко мне. Затем Лукашенко умудрился увеличить количество ледовых дворцов по всей стране аж до 38. Теперь руководство райцентров плачет горючими слезами, потому что электроэнергии они жрут на миллионы долларов, а прибыли никакой, одни убытки. Это не благотворительность, это не бездумное вкладывание средств. Мы построили ледовые дворцы. Мы ни копейки на них сегодня не тратим на содержание. Они сами себя окупают. Когда такое было? Никогда. Сказать, что это стопроцентная окупаемость, ну вы же понимаете, что это в принципе нереально по теперешним временам. Но поскольку ни результата, ни мужества признать бездарность идеи на самом деле нет. То, что белорусская команда не попадает на Олимпийские игры, хоккейная команда, это позорище. Приходится только увеличивать градус абсурда. Оказывается, нам нужно еще больше ледовых дворцов. Да, не хватает катков, когда говорят, что у нас много катков, мне смешно. 30 катков, это не 350, как в Швеции. В нашей стране с 10 миллионов хотя бы 100 катков должно быть, 100 катков. Казалось бы, только год назад открылась дорогущая президентская спецклиника в Ждановичах с отдельной двухкомнатной палатой для Лукашенко. Ее секретные фото были в нашем телеграмме. А уже в текущем году Лукашенко лично открывает очень нужное новое здание Верховного суда с дорогими люстрами и фонтаном, которое обошлось государственному бюджету примерно в 150 миллионов долларов. Ну и отлично. Объяснение только одно. Хочет, чтобы когда все это закончится, его судили в красоте и по-богатому. Также недавно он открыл вторую взлетную полосу в национальном аэропорту Минск, на которую, правда, совсем некому прилетать. Такие полосы только в Арабских Эмиратах. Прибавьте к этому уже упомянутые 17 резиденций, Дворец независимости, два Боинга, новый вертолет и прочие дорогие игрушки диктатора. И вы поймете, где находится та самая черная дра, в которую вот уже 25 лет утекают наши с вами деньги. А ведь Беларусь уже должна другим странам более 16 миллиардов долларов. Это больше трети ВВП. Рекордная эмиграция, первые места по самоубийствам и пьянству, и последнее по уровню жизни населения и зарплатам. Перекрыть этот кран в наших с вами интересах. Ведь рано или поздно Лукашенко все равно уйдет, а долги останутся. Но что же мы можем сделать уже сейчас? Согласитесь, протестовать сегодня против этих совершенно бессмысленных мероприятий будет как минимум так же бессмысленно. Поэтому мы будем протестовать завтра. Шучу уже, половина КГБ напрягло булки. Поэтому единственный благоразумный выход из этой ситуации для каждого уважающего себя человека это просто игнорировать голодные игры, не замечать, забыть, уехать. Если вы студент или работник бюджетных организаций, и вас под угрозой отчисления или непродления контракта или понижения в должности заставляют приходить на трибуны и изображать радость и массовость, помните, что такие угрозы незаконны. Обязательно придавайте их огласке. Мы, журналисты, блогеры, с радостью опубликуем и будем освещать это все. А если вы недовольны тем, что происходит сегодня в Беларуси, используйте хэштег «Мне не до игр». Пишите в соцсетях все, что вы думаете. Используйте хэштеги «Официальные игры», хэштег «Голодные игры». Пишите по-английски, показывайте иностранцам обратную сторону Беларуси, не ту, которую показывает им госпропаганда, чтобы они видели, как живут люди в самом центре Европы, почему полтора миллиона человек уже уехало или учиться, или работать в другие страны. Ну а вас я благодарю за внимание. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, присылайте туда свою эксклюзивную информацию. Это самый надежный, защищенный, анонимный мессенджер. Там уже у нас 118 тысяч подписчиков. Рост продолжается, вы можете стать следующим. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. И помните, что только вместе мы сможем сделать нашу страну лучших. Лучших. До лучших времен. Субтитры создавал DimaTorzok